МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Рассказать о наболевшем в общественной приемной ноябрьского отделения партии «Единая Россия» депутаты городской думы провели прием населения. Наше будущее Ямал. Диалоги в музее. В ноябрьске прошла научно-практическая конференция. И сотрудники предприятия «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаз» сыграли в пинг-понг. Депутаты городской думы, члены партии «Единая Россия» провели прием по личным вопросам. Так сложилось, что основная проблема, с которой приходят люди, вопрос жилищный. Это касается не только переселения за пределы Ноябрьска по окружным и федеральным программам, но и обеспечению жильем в нашем городе. К примеру, в этот раз на прием к депутатам пришла многодетная семья. Мать четверых детей пожаловалась на то, что ей отказали в выделении участка под строительство. Чиновники мотивируют это тем, что супруг многодетной матери не проживает на территории города пяти лет. Однако соседи данной семьи, и это подтверждают документы, говорят об обратном. Депутаты посоветовали обратиться в суд. И уже официальное решение суда направить в городской департамент по имуществу. Еще одна проблема, с которой, к слову, почти ежедневно сталкиваются жители города, это взимание платы за опломбировку приборов учета. Согласно постановлению правительства, брать за это деньги нельзя, но на практике это зачастую не так. Как поступать, когда управляющая компания требует денег, и чем могут помочь депутаты, в материале Ксении Епишевой. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, нет, хорошо. Сколько это стоит? 475 рублей. Именно столько заплатил мужчина за услугу, которая по закону бесплатная. Вступившие в сентябре в силу поправки запретили управляющим компаниям брать деньги за опломбировку приборов учета. Собственно, за сами пломбы с мужчины денег никто и не взял. Оформление документов и выезд это затраты, связанные с движениями работников по выезду, оформлению документов, но никак не самого опломбирования. Судя по расчетам, листок бумаги некоторое количество времени, потраченное на одну поездку по указанному адресу, в управляющей компании стоит почти 500 рублей. Причем ездить на такси, даже с учетом того, что мужчина готов был сам за это заплатить, сотрудники компании на отрез отказались. Я говорю, что у вас за расцены? Это что, на каком-то вентиле вы едете? Я не знаю, какая машина. Я говорю, давайте возьмем такси. 80 рублей стоит. Я плачу. Я обратно 80 рублей. Пусть и 200 заплачу. Мне сказали нет. Я говорю, я не буду платить для них денег. Они объясняют мне тем, что если вы не заплатите, значит, вы будете платить как с человека. То есть по нормативу. Юристы говорят, что это противоречит закону о защите прав потребителей и торопиться с оплатой выезда специалиста не рекомендуют. Вы имеете право обратиться в суд, если вам будут по нормативу, и обжаловать это, поскольку вы предпринимали все действия для того, чтобы управляющая компания, пломбировая управляющая компания, представляла вам свои требования, и в связи с этим вы не пришли к общему мнению. Здесь можно указать на, вот как наш юрист подсказывает, на неправомерность, может быть, взымание самой платы за выезд. Да, услуги, навязывается. Эта услуга навязывается. Депутаты пообещали в ситуации разобраться и в ближайшее время направить письмо в адрес управляющей компании с требованием все разъяснить. А что касается самой обслуживающей организации, комментировать ситуацию там не стали, только пояснили, что с начала этого месяца из-за транспортной расходы при опломбировке счетчиков денег с жильцов брать не будут. Ксения Епишева, Анатолий Присич. Новости нашего города. В день Конституции россияне смогут попасть на прием к чиновникам. 12 декабря в соответствии с поручением президента пройдет общероссийский день приема граждан. Приемы начнутся в полдень и продлятся до 20 часов. Обратиться с вопросом к представителям органов местного самоуправления горожане смогут в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь только паспорт. Предварительная запись желающих попасть на прием начнется 5 декабря в 104 кабинете НГДИ, улица Ленина, 29. К слову, вопросы, которые находятся вне компетенции представителей ноябрьской администрации, будут переадресованы в другие структуры. Мигранты, скрывшие при въезде в Россию свой статус гастарбайтеров, не смогут получить разрешение на работу, заявил руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский. Сейчас приезжие из стран СНГ, как правило, не называют реальной целью визита из-за опасения усиленного контроля со стороны российских властей. В России находится свыше 11 миллионов иностранцев, из них лишь примерно у двух. Есть разрешение на работу или патент. Еще часть людей приехали в страну на учебу, лечение, в гости к родственникам или в качестве туристов. Остается 3,6 миллиона человек, которых мы называем группой риска. Не будем себя обманывать. Большинство этих людей, конечно же, тоже где-то работают. Естественно, незаконно. Недавно мной дана команда. Те, кто заявляют о каких-то иных причинах приезда, кроме работы, не получат ни разрешения на работу, ни патента. Все, хватит играть в гуманистов. 1 декабря во всем мире отмечается как день борьбы со СПИДом. На Ямале насчитывается более 2000 людей с положительным статусом ВИЧ. В ноябрьских около 300. Отверсия иммунодефицита не застрахован никто, но вовремя выявить болезнь может каждый. На Ябрьске относительно низкий процент людей с ВИЧ. Отчасти это связано с тем, что именно в нашем городе расположен окружной спеццентр. Его врачи проводят большую работу по диагностике и профилактике заболевания. Эпидемического подъема по на Ябрьску не было. Мы ежегодно регистрируем 20-25 случаев в год. По городу это не очень высокая статистика. Но, тем не менее, это не позволяет нам быть спокойными на эту тему, поскольку те территории, с которыми мы контактируем, и откуда к нам едут работники вахтово-экспедиционным методом, имеют очень высокие показатели заболеваемости. Четких признаков вирус иммунодефицита не имеет. Для каждого они индивидуальны. Одних он проявляется в первые месяцы заражения, у других может затаиться на долгие годы. Единственный способ его выявить – вовремя сдать анализ крови, который рекомендуется проводить каждые полгода. Процедура сдачи анализов – быстрая, безболезненная и абсолютно бесплатная. Пройти ее может каждый желающий. И уже через 48 часов узнать свой статус ВИЧ. Кровь сдают в процедурном кабинете. Каждому пациенту приписывают свой номер. На диагностику врачам приносят лишь промаркированные пробирки с отобранным материалом. Возраст, пол и имя пациента они не узнают даже в случае обнаружения вируса. В процессе обнаружения у нас появляется на мониторе график, по которому мы видим, обнаружен РНК, гепатита С или нет. Если график у нас определенный, допустим, растущий график по оси Y, значит, РНК вируса мы обнаружили. Обратить внимание на здоровье следует прежде всего тем, кто потребляет наркотики или имеет беспорядочные половые связи. У таких людей риск получить вирус именно дефицита высок, а дети могут заразиться от ВИЧ-инфицированных матерей. Есть вертикальная путь передачи от матери к ребенку, но вот этот путь, он уже под контролем медицинских работников. За весь период эпидемии у нас рождено более 300 детей уже. И все детки родились здоровыми. Другой вопрос, что некоторые из них, вот трое детей, были инфицированы при кормлении грудью. Но это решение матерей. Врачи говорят, что ВИЧ не приговор. При современном уровне медикаментозного лечения человек с таким статусом может прожить десятки лет. Главное, вовремя проходить курсы терапии и раз навсегда избавиться от вредных привычек. Елена Жаркова, Виталий Харченко. Новости нашего города. В Губкинском зафиксирована вспышка кори, заболевание, которое... ... ... ...